Я видел тот день, когда закончится дефицит полупроводников, когда у каждого пользователя дома будет стоять по одной PlayStation и по одному Xbox, когда в компьютерах наконец-то появятся видеокарты Nvidia, и каждый сможет себе купить Steam Deck, а лучше два Steam Deckа, или даже четыре. Но этот день наступит не сегодня. А вот он корень всего зла. Ничего. Со мной, братство Габена, мы тебя победим. Со мной технологии Microsoft, Sony, Nvidia, AMD, даже Intel и Nintendo. Nintendo. Вы недооцениваете хоббитов. А со мной производители полупроводников, без которых все ваши технологии существуют только на бумаге. Это бумага всевластия. Она победит твое каменное сердце. Габен, я глава Apple. Откуда у меня сердце? Я твоей бумагой только подтереться могу. А 10 миллионов чипов для Steam Deck отгрузите? Бумага мягкая? Шелковистая. Травматизм исключен. Хорошо. Я на гору за чипами, а ты за бумагой. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и мы спешим к вам с очередной грустной новостью. Казалось бы, тоже недавно мы обсуждали невеселые темы. Однако сейчас мы поговорим о ситуации на игровом рынке в целом и она усугубляется с каждым разом. И как бы так ни получилось, что в скором времени главной игровой платформой будет, блин, iPhone от компании Apple. И немножко там Android. А почему? А все потому, что во всем мире наблюдается огромный дефицит полупроводников. Что такое полупроводники? Это те самые чипы, которые устанавливаются в разнообразные устройства, не только игровые. Здесь у нас и компьютеры, и смартфоны, и планшеты, и зубные щетки, и микроконтроллеры, которые устанавливаются в автомобиле. В общем, абсолютно все работает под управлением всех самых чипов, которые производят кто? Правильно. Всего несколько компаний во всем мире производят те самые полупроводники. По сути, две трети производственных мощностей сконцентрированы в двух руках. Это компания TSMC, которая принадлежит 54% рынка полупроводников, и компания Samsung с ее жалкими 17%. У остальных нет и такого. И проблема в том, что когда грянула эта самая пандемия, огромное количество людей осталось сидеть дома, начали скупать всякую электронику. Естественно, производители этой самой электроники сказали, нам надо больше чипов. Производители полупроводников сделать с этим ничего толком не могут. У них есть определенные мощности, они их нагружают по максимуму, но тем не менее, все равно не справляются с заказами. А тут бензинчиков огонь еще подвела компания Apple, наша дорогая, которая пришла к TSMC с предложением, от которого нельзя отказаться. И выкупила где-то 80% производственных мощностей для создания чипов M1, ну и прочих. Для айфонов и для планшетов и, в общем-то, для всей прочей электроники, которую она производит. All your base belong to us. Даже в AirPods есть какие-то чипы, которые тоже производятся там же. Производителям всего остального железа на планете осталось сколько? 20%? 10%? Да, 20% от TSMC. И, соответственно, Samsung там есть, ну, другие производители. Но еще раз, вот эти два производителя, особенно TSMC, определяют ситуацию на рынке полупроводников. А на этот рынок, да, пришла компания Apple, сказала, вот это вот наше, что остальное там нам плевать, объедки с барского стола, так сказать, разгребайте. И, в общем-то, пошла дальше заниматься производством своих устройств. Естественно, компания TSMC этот контракт очень выгоден, потому что ты, по сути, концентрируешься на определенном количестве чипов, предсказуемых чипов. Ты их производишь в невероятных количествах. Почему? Потому что электроника Apple всегда продается и продается хорошо десятками миллионов каждый год, если не квартал. Им этот контракт был очень интересен. И это демонстрация прозорливости. На самом деле, руководство компании Apple, когда они увидели, что назревает дефицит полупроводников, они сказали, не-не-не. Мы свои айфоны и планшеты и макбуки будем производить в том же самом объеме. Поэтому мы заключаем эксклюзивный контракт, а остальные вон, постойте в сторонке. По сути, это не совсем монополия получается, но как бы 50% рынка полупроводников сейчас работает конкретно на Apple. Ну, примерно, да. То есть, компания Apple как очень мощный производитель, производитель, который продает огромное количество своих устройств. Да, это очень выгодный партнер, партнер, с которым хорошо работать. И, естественно, с этим партнером будут работать. Это, как ни крути, один из доминирующих игроков на этом рынке. Здесь, как бы, можно нервничать, можно говорить про сектантов Apple, что угодно, сколько угодно, шутить про Тима Кука и его ориентацию, но есть банальные факты. Высокий спрос на продукцию Apple сохраняется? Сохраняется. Apple стабильно выпускает новое устройство, на которое тоже есть спрос. Есть? Есть. Все. Поэтому с Apple работают. С Apple работать выгодно, хорошо. Вот Apple довольна. ТСМС тоже довольно, вроде бы, казалось бы, чуть ли не благодать. Но из-за этой благодати, естественно, в условиях дефицита полупроводников страдают другие компании. И страдают, в общем-то, пользователи. А почему? Потому что производители полупроводников, они повышают цены на сами полупроводники. Имеют возможность. Имеют возможность. И поднимают цены на 10%, на 30%. Если вы хотите быть первыми в очереди или хотя бы вторыми, тогда соглашайтесь на наши условия. А плюс к этому стоит учитывать, что 87% чипов производится где? В Китае, в Южной Корее, в Тайване. И эти чипы потом нужно будет куда-то перевезти. А стоимость грузоперевозок, особенно морских, выросла в 10 раз. И тоже проблемы с этим. Как утверждают некоторые источники. Проблемы с логистикой все еще есть. Естественно, в будущем это окажет огромное влияние на стоимость электроники в целом. Ну, здесь, конечно, производители автомобилей жалуются. Они там говорят, да, вот мы производим автомобили, а все из-за этой фигнюшечки не можем их поставлять. Да, складывается такая печальная ситуация. Но нам интересна в первую очередь игровая индустрия. И она страдает, как ни странно, именно что в первую очередь. Точнее, нет, 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 неправильно мы говорим, неправильно мы говорим. Страдают только пользователи, которые хотят купить себе PlayStation, которые хотят купить себе новый Xbox, которые хотят купить себе новую видеокарту, которые ждут, не дождутся Steam Deck'а, наконец-то. Ну, хоть что-нибудь. Но проблема в том, что производители этого железа, каждый из них, выходит и говорит, мы сокращаем производство. Компания Nintendo, которая создает свою консоль на чипе Tegra X1 от 2015 года, он недавно получил апгрейд по лучшему техпроцессу, стал выпускаться, но, тем не менее, технология старая. Компания Nintendo заявила о том, что на 20% сокращает производство Nintendo Switch. Хотя они разбираются, как горячие пирожки. Да, при этом по сети ходят активные слухи о том, что Nintendo не выпустила в этом году Switch Pro, потому что нет возможности выпустить Switch Pro в условиях проблем с полупроводниками. Сложно вот именно сделать новую консоль. Проще выпускать старую консоль, запихнуть в нее OLED-экран, сказать, посмотрите, мы обновили, и продавать. Ну да, Nintendo снижает темпы производства. За ней темпы производства снижает и компания Sony. Редакция Bloomberg получила сведения о том, что компания Sony пересмотрела свои планы на производство PlayStation 5. В этой ситуации достичь ожидаемых Sony показателей продаж PlayStation 5 в 14,8 миллионов консолей к марту 2022 года будет проблематично, как отмечает Bloomberg, ну, в условиях снижения претемпов производства. Более того, Bloomberg обращает внимание на то, что продажи PlayStation 5 замедлились. Да, PlayStation 5 великолепно стартовала. PlayStation 5 стала самой быстро распродаваемой консолью PlayStation. Она быстрее других консолей PlayStation достигла показателей в 10 миллионов проданных штук. Но впоследствии продажи PlayStation 5 замедлились. И уже к июль-сентябрь где-то продажи PlayStation 5 составили примерно 13,4 миллиона консолей. За аналогичный период продажи PlayStation 4 были 13,8 миллионов. Ну, с момента старта PlayStation 4, вот в первый год существования консолей на рынке. То есть PlayStation 5 начинает тормозиться. В этой связи, кстати, абсолютно логичным выглядит решение Sony не просто перенести три крупных релиза, которые планировались на этот год. Это Horizon Forbidden West, God of War и Gran Turismo 7 на 2022 год. Но и выпустить эти проекты на PlayStation 4. Компания Sony тоже видит, что да, старт этого поколения, ну, успешный. Людям очень нравится PlayStation 5. Это действительно великолепное предложение. Как и Xbox Series X за 500 долларов. Мощнейшая система с отличным охлаждением. Стабильная в целом. Тихая. Тихая, да. Там есть проблемы с браком у некоторых людей, но это есть везде. Какого-то массового брака не наблюдается. Вроде бы все идеально, но проблемы дефицита. Кучу консолей разбирают перекупщики, которые потом тоже продают это игрокам, но сложно подсчитать реальную пользовательскую базу, о чем мы уже говорили. Сложно сказать. Формально ты отгрузил консоли в крупную торговую сеть. Эта крупная торговая сеть отчиталась о том, что все консоли распроданы. Но как они были распроданы? По нормальным потребителям, по рекомендованной розничной цене? Или с черного хода магазинов? Отъезжали грузовички с консолями, которые потом оказывались на сторонних торговых площадках по цене где-нибудь 1000 долларов, 800 долларов. Ну, такой вот, с неплохой накруточкой, чтобы люди могли заработать. Коррупция в торговых сетях – это не только российское явление, это явление международное. Поэтому, да, сейчас до сих пор стоит острая проблема с перекупщиками этих консолей. И мне кажется, что сейчас не так-то просто дать точную оценку пользовательской базы. И да, Sony это учитывает, и Sony говорит, так, спокойно. На PS5, конечно, игры продаются, но мы хотим свои игры продавать хорошо, поэтому мы их продаем на PlayStation 4. Что там с PS5 будет? Ну, посмотрим, что там с PS5 будет. А еще часть игры мы выпустим на PC. Да, а еще часть игры мы выпустим на PC. В этом же материале Bloomberg, кстати, есть очень интересное замечание. Дело в том, что журналисты пообщались с одним из руководителей одного крупного японского издательства, не названного на правах анонимности. И вот это издательство обратило внимание на то, что пользователи раньше покупали PlayStation-версии игр, ну, которые это издательство выпускает. А сейчас они покупают PC-версии игр от этого издательства. Это касается Японии, где доминирует Switch, но, тем не менее, картина занятна. И еще раз здесь стоит повторить нашу мысль о том, что старт этого поколения растянутый. И ситуация, о которой пишет Bloomberg с PlayStation 5, ну, это опять же сложно не заметить, что дефицит все еще есть, что нету какого-то вот мощного накручивания, ну, больше и больше и больше. Вот нету ощущения снежного кома, что вот это новое поколение прям несется. Эта ситуация доказывает то, что старт этого поколения жалкий, жалкий. А почему он жалкий, Миша? Ну, потому что... Sony виновата или кто виноват? Нет, не Sony виновата. Sony в данном случае заложник ситуации. Заложник компании AMD, которая занимается поставкой чипов компании Sony. Ты вот говоришь, только пользователи страдают. Sony в этой ситуации тоже страдает. Может, страдает, да? Потому что Sony, в отличие, например, от компании Apple, которая продает свое устройство в плюс, продает консоли в минус или в ноль примерно. И основной заработок компании идет на играх. Ну, на играх от сторонних издателей и на микротранзакциях с проектов типа Call of Duty и Fortnite. Компания Sony получает 30% с микротранзакции, с продажи игр на своей платформе и на этом зарабатывает огромные деньги. Поэтому компании Sony очень плохо, что это поколение не несется вперед. Хотя Sony опять же видит, что потенциал нестись вперед. У этого поколения есть. Но этот потенциал рубится на корню проблемами с полупроводниками. Да, и проблемы с полупроводниками затрагивают также рынок ПК. Но здесь у нас две беды сразу приходят. С одной стороны, майнеры, которые забирают все, что производится и на свои фермочки отвозят и начинают добывать Ethereum и другие криптовалюты. С другой стороны, дефицит полупроводников, который не позволяет производительным видеокарт нарастить производство этих самых видеокарт. Дженсен Хуанг недавно вышел и сказал «Мы не волшебники». Да, в рамках конференции JTC 2021 Дженсен Хуанг, ну, по сути, он к игрокам не обращался, но он самым дипломатичным из возможных языков сказал, что «Игроки, видеокарт нет, но вы и держитесь». В общем, дефицит, бла-бла-бла, все такое, мы не волшебники. Он сказал «Я думаю, что в следующем году спрос значительно превысит предложение. У нас нет никаких чудодейственных средств, которые могли бы восстановить цепочки поставок, но есть поддержка поставщиков. Нам повезло работать с несколькими источниками и быть частью большой экосистемы». Ну, то есть он говорит «Ребята, видеокарты-то у нас будут, и их мы будем продавать, потому что мы на этом зарабатываем деньги, но мы их будем, в общем-то, продавать тем, кто за это заплатит, а платят за это майнеры. Всем спасибо, все свободны». Насчет, кстати, майнинга и возможных вот этих вот разговоров о переходе на концепцию Proof of Stake, например, валюты вот этой Ethereum, которая до сих пор прекрасно майнится на видеокартах. Ну, Proof of Stake – это, по сути, превращение криптовалюты в ценные бумаги. Ее уже не надо тогда добывать. Есть просто определенный набор, и она торгуется. По сути, да. Вот это вот Ethereum превращается в акции, которые покупаются, продаются, а не добываются. И вот, с одной стороны, есть люди, которые уже намайнили себе много там Ethereum, и не только, и говорят, «Ребята, давайте уже переходить на стейкинг, все нормально». А с другой стороны, есть не менее влиятельные люди, которые вложили огромные деньги в майнинг. То есть майнинг – это ж не просто у человека там 30-80 ночью на компьютере майнить, чтобы отработать свою больную цену. Нет, это целые заводы, это целые огромнейшие мощности по производству вот этих вот криптовалют. И эти люди говорят, «Походите, то есть вы хотите нас взять и выставить на мороз? Нам это не очень нравится». На майнинг сейчас давит так называемая «зеленая повестка» делать, так сказать, майнинг, он плохо влияет на экологию. Да-да-да-да-да, посмотрите, планета умирает, вся вот эта вот тема, как вы смеете. Но сейчас, насколько я знаю, Тим Кук заявил, что вроде как собирается вкладывать. Еще, по-моему, влиятельные люди говорят, что «А так, интересная штука. Походу майнинг, да, он волатильный все еще, ну, курс биткоина, но вроде бы какая-то стабильность наблюдается. Сколько там сейчас? 66 тысяч, по-моему, за один биткоин. Если раньше курс биткоина мог прыгать там чуть ли не плюс-минус 20 тысяч, то вот в последний месяц уже таких резких скачков не наблюдается. Там примерно 66 тысяч, 63 тысячи. Ну, какая-то стабильность есть. И, соответственно, на это начинают обращать внимание «Влиятельные ребята». И если много влиятельных ребят на это начнут обращать внимание, то они в рамках какого-нибудь экологического форума подойдут к Грете Тунберг, подарят ей суперпродвинутый стимулятор от компании «Вуманайзер», скажут «Грета, посмотри, вот этим пользоваться куда приятнее». И от использования вот этой штуки удовольствия значительно больше, чем от выступлений перед экоактивистами. Грета, иди, получай удовольствие, не мешай работать, все. Это вот закончится так же эффектно, как и началось. Вся эта вот борьба за светлое будущее, за светлое экологическое будущее нашей бедной планеты, о судьбе которой некоторые внезапно так вот озаботились. Поэтому, да, сегодня у майнинга будущее не самое туманное. Я бы сказал прекрасно. Даже, я бы сказал, перспективное. Полгода назад мы записывали видео, рассказывая о печальной ситуации на игровом рынке, касательно видеокарт, что их будет не достать, их будет не достать очень долго. Нам в комментариях люди писали, ой, да сейчас насытится, сейчас уже будет невыгодно этот Этериум майнить, сейчас все поползет вниз. Вспомните этот кризис 2018 года, когда все обвалилось, и потом этих видеокарт было полным-полно. Люди продавали их десятками, купить было не проблем. Потом это просто Дженсен Хуанг выпустил новую, суперкрутую 30-ю серию GeForce, сейчас все снова упадет. Не упадет. Не падает. Не падает по какой-то причине. Вот уже конец 2021 года, ничего не падает. Более того, есть перспективы к тому, что оно еще может и расти. Я напомню, что не так давно один из представителей компании Nvidia говорил, что, ну, где-то во втором полугодии 2021 года что-то начнет стабилизироваться на рынке, мы все исправим. А вот сейчас глава Nvidia Дженсен Хуанг говорит, ребята, мы не волшебники, все. Вот так вот получается. Дефицит будет, ну, видеокарты мы поставляем, но игроки, ну... И вот такая занимательная ситуация складывается на игровом рынке. Есть игровые консоли, которые находятся в дефиците, и в 22-м году тоже будут в дефиците. И в 23-м, наверное, тоже, если ситуация не изменится. Есть производители видеокарт, здесь ситуация еще более удручающая, потому что от нас эти видеокарты забирают в том числе майнеры. Есть дефицит полупроводников, но нас это уже не касается, потому что эти видеокарты мы видим только на картинках. И до последнего момента такой надеждой спасения PC-рынка был Габен. Гейб Ньюэлл, глава корпорации Valve, который вышел в этом году и сказал, ребята, Steam Deck, вот вам, игровой ПК, игровой мобильный ПК. Да, там чип такой, говно. И разрешение 1280 на 800, но все современные игры, да, и управление под Линуксом, там запускаться будет через пень-колоду, но современные игры, в которые вы любите запускаться на этой платформе, будут. Ну, там где-то 40-60-30-40 FPS, но как-то будут. Это на самом деле, да, такая вот альтернатива игровому ноутбуку. Сейчас у нас спрашивают, вот брать ли видеокарты, мы говорим, лучше брать игровые ноутбуки, потому что один игровой ноутбук, да, сегодня может стоить столько, сколько стоит одна видеокарта. Замечательно. Вот Valve не так давно вышла и предложила такое вот решение. Ну, типа аналог Switch, при этом такой портативный ПК, вроде неплохое решение, было объявлено о том, что в странах первой волны старт Steam Deck начнется в декабре этого года. Мы говорили о том, что возможно будут проблемы с поставками, но в то же время высказывали надежду на то, что Valve, ну, справится, поставит достаточное количество Steam Deck'ов и как-то зацепится за игровую индустрию. И компания Valve на этой неделе вышла и сказала, запуск Steam Deck в странах первой волны, подчеркиваем, переносится на февраль 22-го года. Примерно на два месяца, как пошутили уже в интернете, Valve хотела бы перенести на три месяца, но Габен не понял, что значит на три месяца, как это в принципе возможно. Не удалось донести, а на четыре месяца вроде бы много, поэтому решили все-таки перенести на два месяца, на февраль 22-го года. И когда ты читаешь такие новости, будь то заявление Bloomberg на основе своих источников или заявление Дженсона Хуанга, ты понимаешь, что запуск Steam Deck это будет такой вот прикольная фишка для интернета. Разработчики покажут, как они Steam Deck'ом пользуются, некоторые блогеры покажут, посмотрите Steam Deck, вот мы на нем играем в Киберпанк, в Ведьмака, там еще в какие-то игры. А большая часть рядовых пользователей, которые хочет, возможно, получить Steam Deck, получат прикольную картинку на сайтах торговых сетей, нет в продаже. Steam Deck это прекрасное устройство, как показывают нам тесты, это устройство уже дали журналистам и блогерам, они посмотрели, оценили, сказали, да, Steam Deck работает, все хорошо, с некоторыми играми есть проблемы, но дождемся запуска. И казалось бы, устройство нужно ставить на поток, количество предзаказов огромное. Steam Deck ждут во всех странах мира. Пожалуйста, Габен, на тебя мы молимся, только дай нам возможность его купить. Но Габен не сможет произвести ничего, потому что дефицит этих сраных полупроводников, потому что производственные мощности перенаправлены на другие сферы индустрии. Габен, что ты тут пришел со своим чипом моим Dash, там, что мы тебе сделаем? Сколько ты хочешь продать их? Сто тысяч. Сколько? Миллион? Это в день, это в год. Дедушка, прими таблетки, не мешай нормальным людям работать. Очевидно, что на старте Steam Deck будет очень мало, там, сотни тысяч копий, это в лучшем вот виде. Дальше что будет? Дальше, ну, продадут миллион, сообщат о том, что получилось, смотрите, успех, потом два миллиона. Но если на старте ты запускаешь устройство, хочешь, чтобы оно было популярным, и, значит, привлекло внимание разработчиков и сторонних издателей, которые бы, наконец-то, почесались о поддержке Линукса, тебе нужно продавать миллионы. Вот за первый год тебе нужно продать 15 миллионов Steam Deck, а этого не будет. Ну, вот как, например, стартовала PlayStation 4 или PlayStation 5, чтобы меньше, чем за год 10 миллионов штук, бабах. Да и тогда можно говорить о том, что это устройство интересно и доступно, что самое главное, массовому потребителю. Но пока мы говорим, по сути, о потенциальном бумажном запуске. То есть, красиво в роликах, причем, там, что у нас был трехмерный Хуанг на одной презентации, будет трехмерный Габен, тоже забавно, трехмерный Steam Deck, все трехмерное, все будем смотреть на вот эти вот красивые ролики, на некоторых популярных блогеров, которым достанется этот Steam Deck, и, в общем-то, на этом все. Если говорить о каком-то потенциальном будущем игровой индустрии, вот в это непростое время, то я считаю, ну, точнее, мне кажется, крупным издательством и различным компаниям все-таки придется немножко выпрямить себе руки или все-таки пересадить себе руки обратно в плечи и задуматься об оптимизации игр, грядущих игр на PlayStation 4 и Xbox One. Миша, какую-то херню ты несешь. Что такое? Ну, это фигня. То, что ты предлагаешь. Выпрямить руки, PlayStation какой-то. Ну, слушай, вот... Вот! Вот! Вот эти устройства производятся огромным количеством. На эти устройства всегда есть спрос. Это было мое следующее. Это устройство покупается десятками миллионов. Ну, еще вот такое устройство, да. Вот сюда пойдут производственные мощности издателей и разработчиков игр. Согласен. Но, опять же, для того, чтобы запускать игры на мобильных устройствах, как ни крути, некая равнорукость нужна. Это устройство популярное, но не суперпроизводительное. Возможно, все-таки компании начнут в этом направлении думать хотя бы в ближайшее будущее, потому что сейчас они вынуждены оглядываться на старое поколение консолей. На ПК тоже нельзя отрицать, что аудитория есть. Этот год показал, что если выходит крутой мультиплатформенный проект, он на ПК хорошо продается. Будь то там Resident Evil Village с пиковым онлайном в Стиме больше 100 тысяч человек, или будь то, например, Retails of Rise JRPG, которая отлично стартовала. То есть на ПК игры продаются, но у широкой аудитории ПК видеокарта уровня 1060 считается прям отличным решением. И, в общем, какой вывод мы делаем из этой ситуации? Если к вам поступает предложение, есть возможность купить PlayStation 5 или Xbox Series S или Xbox Series X по нормальной цене, не откладывайте к покупку в долгий ящик. Если можете купить, покупайте сейчас, потому что в следующем году ситуация, возможно, еще ухудшится и дефицит будет еще больше. Если вам предлагают купить видеокарту по нормальной цене, покупайте. В следующем году этой ситуации может не повториться, к вам никто не придет с предложением. И если вы такой счастливчик, что попадаете в первую волну покупателей из Тимдека, тоже все замечательно. Но остальным людям останется только надеяться, что когда-нибудь ситуация с пандемией рассосется, что люди наконец-то будут массово возвращаться на рабочие места. Есть еще одна надежда, что производители полупроводников, они нарастят производство этих самых полупроводников. Но мне в это не очень сильно верится, почему, а их и так все устраивает. У них впервые с момента строительства этих самых заводников мощности загружены под 100%, они повышают ставку на производство на 30%, деньги текут рекой и будут течь месяц за месяцем. Их все устраивает. А тут построишь еще один завод, а ситуация в мире внезапно изменится. Блин, и ты будешь сидеть с двумя заводами, которые ты заказами не сможешь нагрузить. Такая печальная ситуация. Но если вы хотите кого-то обвинять, найти крайнего, у людей есть такая потребность, Тим Кук, Apple, все. Этот вот, глава, да, Apple. Если б не они, у нас у всех было бы уже по PlayStation 5, по Xbox, естественно, и по видеокарте RTX 30 серии. Две. Две. Естественно. А сейчас, да, сейчас от дела я не отстаю, все время что-то достаю. По блату из-под прилавка. Вот это все через черный ход, через перекупщиков. Если появляется возможность достать по более-менее внятной цене, берите. Потому что на момент запуска PlayStation 5 в Беларуси она стоила тысячу долларов у перекупщиков. То есть в два раза дороже рекомендованной розничной цены. Ну, примерно. А сейчас она у перекупщиков стоит примерно тысячу триста, тысячу четыреста даже долларов. То есть цена за этот год не просто не уменьшилась, она увеличилась. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что Беларусь такой себе показатель на мировой арене в плане цены на PlayStation. Но, мне кажется, какой-то все-таки показатель. Поэтому, да, тем, кто хочет получить консоли по вменяемой цене, остается только именно что доставать, вынюхивать это все. Желающим получить видеокарты по вменяемой цене остается надеяться на чудо. В общем-то, желающим получить Steam Deck тоже остается надеяться на чудо. То есть слоган нового поколения в игровой индустрии сегодня это надежда на чудо. А я внезапно понял, что когда год назад покупал PlayStation 5 за 1000 долларов, это была выгодная покупка. А я внезапно понял, что то, что когда мой кот сбросил PlayStation 5 и там сломался только HDMI вход, который починили, за что огромнейшее спасибо ребятам, которые починили. Как мне повезло. Как хорошо все закончилось. Да, так что, дорогие друзья, на этом все. Надеемся на чудо, ставим лайки, подписываемся на канал. Если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда благодарим и дальше продолжаем работать, поднимать, я надеюсь, интересные темы. Пока. Апунцы из Вращуки. Там вообще очень странная какая-то культура, как они, хикемори называются, одинокочек, которые засиживаются дома, играют в хентайные игры, им, смотрятся вы, это самый хентай, и все. Зачем ему выходить девушку, танцевать эту девушку, по ресторанам водить, зачем? У меня и так все есть. Все на месте. Все под рукой. Да, каждый день новые аниме, сериалы, каждый день какая-то манга, все тебе приходят и привозят домой, если тебе что-то интересное. Гаремники, да. То есть в играх ты супергерой крутой, ты же посмотри какие японские игры. Мальчик молчаливый, спокойный, появляется его внезапно за нихрена начинают все вокруг любить. Когда же что-то? Естественно, куда таким геймерам дорога, правильно? Только на ПК. К черту эти плейстейшены. Нафига эти 3D-тян? Только хентай. Слушай, ты стим открой, ты охренеешь. Вот это позывной хентай, ты охренеешь. Я не знаю, я не смотрю хентай. Ты не смотришь хентай? Я как-то портал в ад разблокировал. Случайно ты что-то нажал и оно разблокировал. И оно открылось. Ты посмотри, у тебя в фильтрах в стиме по умолчанию хентай скорее всего является блок-словом. Я такой думаю, дай-ка я уберу это блок-слово, которое скрывало от меня все эти прелести. Я нажал, господи, каждый день, хоть из дому не выходи. Действительно. Девушки отдыхают. Продолжение следует...